Привет! Сегодня у нас на замене дисплея задней крышки корпуса и стеклокамеры Samsung S20 Plus, либо же G985. Так, иступим к разбору. Извлекаем стиль лоток, прогреваем заднюю часть аппарата. Я буду использовать вот такой медиатор. После прогревки засовываем медиатор под заднюю крышку. После этого засовываем пластиковую подложку под защитного стекла, либо же что-то тоненькое. И аккуратненько прорезаем и аккуратно прорезаем нашу крышку. Вот так вот она у нас открывается. Крышку убираем в сторону. Можно положить ее на сепаратор. Сейчас выкручиваем все винты, и я продолжу дальше видео, как выкручу. После того, как выкрутили все винты, выключаете аппарат. У меня он выключен заранее был. Отодвигаем защиту. Отстегиваем аккумулятор сначала, и после этого блок беспроводной зарядки убираем в сторону. Снимаем всю защиту нашей материнской камеры, ой, материнской платы камеры. Смотрим на камеру и говорю о камерах. Тоже убираем в сторону. Отсоединяем и отстегиваем все шлейфа. После этого смотрим, что нам может здесь помешать при съеме. Один винт материнской. Убираем в сторону. И потихонечку пытаемся приподнять нашу материнскую плату. Смотрим, больше ничего не держит. Вроде ничего. Пытаемся приподнять нашу плату. Вот так. Есть шлейф. Не дает нам селфи-камеры фронталочки поднять до конца. Вот так. Вроде бы ничего не должно держать. Но что-то как будто удерживает. Все. Вот так выглядит мат-плата. Убираем ее в сторону. Приступаем к нижней части. Снимаем защиту. Выкручиваем винты, фиксирующие нижнюю плату. Есть. После чего берем лопатку. И поддеваем нашу нижнюю плату. Убираем также в сторону вместе с шлейфами. Будем менять модулем. Сейчас нужно будет выклеить аккумулятор. Выклеить вибратор. И посмотреть, вибромоторчик, что у нас на новом дисплее прилагается к нему. Пока я положил заднюю крышку на сепараты, когда мы разбирали аппарат, крышка прогрелась. Очень легко снялся защита стекла задней камеры защиты. Так, что я хотел сделать. Смотрите, в общем, вот так у нас выглядит наш новый аппарат. Он будет у нас черного цвета. И будет вот такой вот стекушкой. К этому же аппарату тоже черная. Вытаскиваем нашу стеклокамеру. Выглядит она симпотно. Здесь нам может помешать для вставочки. Да, помешает пленка. Поэтому пленку слегка поддеваем. И устанавливаем ее вот таким образом. Естественно, это все нужно будет сейчас пролить герметиком. И можем ставить пленку. Уберем с крышки. Проливаем по контуру герметик. Естественно, если она где-то будет выбирать, нужно будет это все зачистить. Это сделали. Устанавливаем. Так. Это есть. С этим справились. Так, что у нас здесь? Здесь у нас микрофон. Микрофон мы сейчас подденем лопаточкой. И аккуратно перенесем его на другое стёкошко. Идет, идет, идет. Есть. Есть. Так. Вот этот вот двусторонний скотч садим на место. И перед установкой... Вот здесь сейчас попытаюсь снять вот эту вот мембранку. Так. Здесь на видео видно, не видно? Так. Переносим ее вот сюда. Мембрану перенесли. И устанавливаем наш микрофон обратно. В принципе, все. Даем высохнуть пока. А мы пока будем ждать, когда прогреется наш модуль. Так. Наш модуль прогрелся. Берем, значит, лопатку. И аккуратненько вытекаем аккумулятор. Есть. Почти в целостном состоянии. А аккумулятор Минина у нас держится на двухстороннем скотче. Поэтому он снялся так легко. Извлекаем фронталку. Так она выглядит. У вас она будет сниматься тяжелее, потому что здесь был герметик. Либо полиуретан. Не знаю. И поэтому приходилось лопаткой немного поддевать. Я это, к сожалению, не снял на видео. Здесь у нас вибромотор. Вибромоторчик. Подливаем немного спирта. Из-за пропонула. Немножко залили. И слегка, после небольших усилий, он у нас вышел. Динамик не будем снимать. Вот наш старый аппарат. Вот он, наш новый аппарат. Будем делать из него черный цвет. Вот такой. Выглядит он мне так очень симпатно. Динамик к нему прилагается. Извлекаем все пленочки, которые идут в комплекте. Так, подходили люди? Я немного отвлекся. Так, снимаем все пленочки. Есть. И, в принципе, можем приступать к обратной сборке. Так. Вибромоторчик. Аккумулятор. Аккумулятор, в принципе, он уже намертво стал. То есть, ничего не сделает. Здесь двухторонний скотч. Я туда не ставлю, потому что это достаточно липкий. Так, наверное, сначала поставим. Сначала поставим камеру. Камеру. После этого мат-плату. Средь шлифа отгинаем. А, на камеру, в принципе, можно было и в последнюю очередь поставить, потому что она особо не влияет ни на что. Подсоединяем шлейф дисплейного модуля. Подсоединяем шлейф фронталки. Подсоединяем шлейф кнопок включения. После этого вкручиваем наш винт, фиксирующий материнскую плату. Вот сюда. Есть. После этого устанавливаем нижнюю плату на ее штатное место. Этот дисплей нам уже не нужен, мы убираем в сторону. Он был в труху. Черные пятна, зеленые пятна. В общем, под переклей он не годится. Так, поставили. Смотрим, все на месте. Стоит все на месте. После этого. Значит, закручиваем винты, которые нас держали нижнюю платку. Это раз. Это два. И это три. Есть. Подсоединяем все шлейфа. Это тоже мы сделали. После этого устанавливаем защиту нижней платы на штатное место. До характерного щелчка давим. Без особых усилий. В принципе, все садится хорошо. Есть. Ладно, винты я сручу. Потом. Закручиваем. Устанавливаем защиту. Матплаты. И нашу беспроводную зарядку. Сначала подсоединяем беспроводную. Все, законнектили. И теперь подсоединяем аккумулятор. Естественно, я дисплей еще не проверял. Так, подходили опять люди. В принципе, все установили. Проверяем, чтобы все защелкнулось у нас. Все стояло хорошо. Что я говорю по поводу дисплея. В дисплее я уверен, что с ним все ок. Потому что не раз таки модуль оставил. Это сервисный оригинал. Никогда проблем, в принципе, не возникало. Давайте пока его запустим. Аппаратик этот. У него идет, смотрите, пленка. Вот он запустился, красавец. У него идет заводская пленка вот здесь. Идет по контуру вот здесь, сверху. Он проклеенный. И снизу. Бывают еще попадаются, когда бока проклеенные. Но не в этом случае. Пока аппарат запускается, я еще несколько винтов кручу. Ну, прикольно будет, что я сейчас распинался тут в уверенности дисплея. Запускаешь у него пятно какое-нибудь. Или нерабочий сенсор. Но, в принципе, еще это не проверили. Поэтому не говори, ГОП, пока не припрыгнешь. Всякое возможно. Так, еще раз. Нет, все шикарно. Цвета яркие, насыщенные. Все с ним замечательно. Ну, пока наклеим транспортировочную пленку на место. Чтоб не залопотело. Потому что мы будем на него еще устанавливать гидрогелевую мотовую пленку. И будет он вообще дым. Так, давайте пока на паузу поставлю, прокручу все винты. Так, в принципе, все винты прокручены. Устанавливаем наши сим-карты. Вот косяк. У нас будет символток отличаться цветом. От всего нашего аппарата. Помните, да? У нас он будет вот такой вот. Красавец черный. Вот такой вот. И был он у нас вот такой вот. Тоже, в принципе, красивый цвет. Серый. Хотели поставить тоже серый. Был на него цвет. Но он выходит дороже где-то на полторы тысячи рублей. Поэтому, посовещавшись с клиентом, с человеком, с пользователем, мы остановились на черном цвете. Так. Вроде бы все хорошо, но не хорошо. Вот он. Я заметил один винт, который я не крутил. Все. Это мы сделали. Теперь приступаем к установке нашей, нашего двухстороннего скотча. Двухсторонний скотчик. Раз. Те места, так называемые стыки, где скотч между собой не состыковывается, я пройду клеем T7000. для того, чтобы не было попадания пыли под крышку. Здесь очень маленький кусочек узенький. Так, это есть, и у нас остался последний штрих. Это верх. Вот сюда мы его наносим. Есть. Установили. После этого снимаем наш скотч. Снимаем скотч. Не хочет он цепляться. А, здесь не в кадре. Я этого не видел, что я и в кадр не попал. Низ телефона. Сейчас практически. Так, в принципе, все ок. Сейчас буду использовать вот такой вот герметик Е8000. Наношу его вот сюда. Чуть по чуть. Вот сюда. На вот эти вот стыки. Пару капелек еще. Для полной уверенности. Прохожу по рамке. Вот здесь вот стыки опять. Опять по рамке. Опять стыки. И, в принципе, все. То же самое в круг. После этого устанавливаем нож. Нашу заднюю крышку. На нож аппарат. Вот так он выглядит. Симпотно, сочно. Правда, крышка вся заватная. Надо будет сейчас потереть. Никаких трещин, разводов, расходов нет. После этого устанавливаем резинки. Вот такие, любименькие. Вот таким вот образом. Раз, два, три. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Даем парню этому отдохнуть. Часик от 3-4 и можно пользоваться. Все, всем спасибо. Всем пока.